мороз на стеклах уже рисуют снежинки минус восемь сегодня красота зима минус 8 до минус 13 такой прогноз у нас сегодня машину прогреваем такие снежинки прикольные сегодня добрый день друзья 3 декабря впереди у нас снеговоз который вывозит снег класс у нас чистые дороги это радует снега нет вторые сутки поэтому красота посмотрите какие дороги можно только порадоваться весь снег на обочинах остался и даже видим что его вывозит видим что его вывозит сегодня у нас минус восемь ощущается как минус 13 у вас тоже эта тема есть прогнозе пишет минус восемь ощущается как минус 13 или минус 12 летом бывает плюс 26 ощущается как плюс 30 летом всегда жарче ощущается зимой всегда прохладней но сегодня плюс что нет снега ой снега нет снега раз и нет ветра эти кучки снега так и остались вот их на обочину нет ветра поэтому не так холодно вот было минус 6 ледяной ветер холодина а сегодня мороз выше минус 8 минус 10 и не так холодно кажется все машины которые на обочине припаркованы и засыпаны снегом то есть приходится откапывать кто ставит на ночь машину возле дома на проезжей части все утеплились так ну что едем пересекаем а нет впереди улица репищева пересекаем на право улица щербакова долгоозерная в этом районе мы ребят с вами этим потихонечку на светофоре как у вас там погодка у кого-то дождь пошел вы мне писали у кого-то мороз до минус 1 упал а мы видите но у нас кстати через дней 5 пишут плюс 1 наверное по каким-то прошлым по прогнозам пишут среднее статистическое значение так вербная улица 16 адрес сугробики показываю вам вербная 14 идей как-то мало на улице да все на работе гулять не очень комфортно самокат доставка доставка работает едешь вокруг одни доставщики с одной стороны хорошо что это вакансии мне кажется это сложная работа эти видите снег как аккуратненько все на обученных пешеходных тротуаров вот здесь нет получается нужно обходить там возле домов есть мы едем прямо друг другу уступают ветеринарная клиника добро пожаловать магазин перекресток сугробы здесь на дне высокие 184 автобус двойные автобусы огромные ребят вы спрашивали а что пускают в торговые центры пока до 27 числа мы с вами новости смотрели смотрите и новостные блоки мои я стараюсь выбрать новости которые интересны до 27 числа пускают пока везде имея ввиду торговые центры до 27 декабря после 27 ждем каких-то ограничений будем смотреть все по факту ребят все меняется каждую неделю каждый день что-нибудь раз и на завтра новости все парки все скверы сугробах заснежено там что-то вот тропиночки какие-то протоптаны проезжаем торговый центр пять озер в этом районе с вами часто стали ребят появляться до неплохой район не нравится недалеко парк трехсотлетие сейчас будем вот пять озер торговый центр много новостроек собор с правой стороны обратите внимание красивый ночью еще проезжаешь подсветочка у него свет горит очень красиво сейчас будем мимо проезжать торговый центр тоже кстати вечером красиво у него подсветка пять озер кто живет в этом районе пишите классно классно в этом районе вот дома постарше есть что у нас тут у нас дорожные работы впереди вот поэтому и пробка что-то там они закопались а эти что-то полицейских меняют или устанавливают лежачих устанавливают меняют ну да новых поставили новые полицейские второй вот тоже новый качельки стоят без дела так мы сейчас будем у нас направо улица шаврова налево улице ильюшина на перекрестке ребят посмотрите какой красивый собор поближе елочка стоит возле улица туристская тоже очень много новостроек спрашивали про эту улицу как раз здесь оказались ой снег и звук вокруг прямо здесь пересекаем богатырский проспект богатырский проспект его завершение там все и там уже все окраина богатырского туристская 28 адрес на минуточку вышла ребят показать вам мы остановились туристская 15 туристская это 13 огромные дома квартирные 15 по корпусам в этих районах очень часто сдают квартиры продают квартиры стройка стройка дальше идут ну офиге стройка стройка на все в в и в в в в Стоят спортованные сугробики. Сугробики, сугробики везде. Сугробики. Во дворах. Рябина красивая. Рябины очень много по Петербургу. Очень много. Красиво. Вот он стоит тоже полукругом. Новостройки. Вот эти новостройки. Останавливаюсь, ребята, когда в каких районах бываю, показываю вам. Потому что туристка очень много тоже слышала в этом районе. Предложений. Предложений продажи квартир. Аренда квартир. Доставщик идёт. Одна из самых популярных вакансий сейчас в Петербурге. Много предложений. Но работа, мне кажется, ребят, сложная. Погодные условия. Особенно зимой. Пешком, на велосипедах, на автомобилях. Едешь по городу и впереди. Ну, там тоже, посмотрите, на велике доставка. Поехал. И впереди брендированные машины доставка от фирм. Велосипедисты между машинами рулят. Потом просто видно, что частники. Коробками всё от какой-нибудь фирмы. Коробками всё заднее сидение. У кого есть прозрачные, видно. Незатемнённые. Всё, допустим. Сегодня ехали Яндекс.Маркет. Всё-всё-всё в коробочках. Яндекс.Маркет. Тоже доставка. Очень много доставки предложений. Лахта-центр. Хорошо здесь видно. Мебельная 47 едем. У нас как будто туман, ребята. Или дождь пошёл, не пойму. Это мокрый снег. Как близко, как страшно видно. Посмотрите, круто. Поворачиваем на улицу Оптиков. Смотрите, здесь уже улицы эти заканчиваются. Это крайние дома. Улица Оптиков. Новостройки, новостройки. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России. Даня перед нами. Машины закопались в сугробы. Уже вечер. Ребят, знаете, сколько времени? 4 часа 10 минут. 16.10. У нас уже темнеет. Интересно. Раньше это всё... Несколько лет назад это новостройки были. Сейчас уже районы такие хорошие. Обжитые. Жилые. Сколько ЖК разных. Уже вечер наступает огниво, как-то так красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Вот вечером, посмотрите, какой он красивый Едем домой и мимо получается Он красивый такой Торговый центр Пять озер как подсвечивается вечером красиво Субтитры сделал DimaTorzok